Добрый вечер! Начинаем концерт по теме от XIX века до XX века «Два гения фортепиала». Исполнитель, сколоверяк международных конкурсов, доцент, как и специолог фортепиала Дмитрий Каутин. Вступительное слово профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Евгения Александровича Мелитанова. Добрый вечер, дорогие слушатели, друзья! Коллеги, хотел бы всех поприветствовать и прежде всего в своем приветствии выразить ту радость, к которой мы сейчас должны как-то стремиться в это тяжелое время. У нас же другого выхода нет, а радость заключается в том, что у нас есть возможность слушать замечательную музыку. В соответствии с отъявленной темой мне бы хотелось пару слов действительно сказать о некоторой взаимосвязи, явлении, что ли, тех авторов, которые будут сегодня представлены. Я бы начал с того, что вот Святослав Цельсович Рикторов говорил, что он считает, что фортепиану и музыки. Самые такие геннии новаторы, которые вот именно двинули фортепианную музыку вперед, это трое. Моцарт, Шопен и Денисин. Это мнение Рихтера. Но вот, чтобы его как-то обосновались, я бы сказал так, что действительно после барочной музыки, после Баха, у Моцарта, особенно в его фортепианных концертах, появились необычайные красоты, широкие расстельные мелодии такого оперного плана, чего даже впоследствии не было у раннего бесхода. То есть Моцарт где-то опередил его. И чисто фактурное наполнение музыки Моцарта уже тоже было очень близко, действительно, к грамматическому восприятию и к грамматическому толкованию рояля. Что касается Шопена, то Шопен вообще поменял коренным образом всю фортепианную фактуру. Если, ну, так говорить, что все-таки до Шопеновская фортепианная фактура зиждилась на такой червейской технике, то Шопен написал свой первый этаж. Он создал, ну, такой технический претендент, которого до него на рояле не было никогда. Ну, и все его последующие произведения, какими-то вот даже в темнистическом плане, вот они внесли абсолютно новые веяния и новые чаяния, так можно сказать, именно в трактовких ребят. Ну, а что касается дебюсин, вот, наверное, опять никто в постсоримонетическое время изменил фортепианную гармонию, эти фортепианные риски. И тут именно дело в эстетике ингредиционизма. Если говорить о, немножко перейти на какую-то театральную церковь, то искусство переживания может сменилось искусством впечатления, искусством восприятия, некой пейзажности. И хотя между импрессионизмом живописи и импрессионизмом музыки прошло довольно много времени, где-то около 30 лет, вот, ну, если мы возьмем разницу, ну, к примеру, между фортом Манне и ТБС, но тем не менее, тем не менее, вот, это отражение в музыке именно вот этой пейзажности, именно впечатления и совершенно другим материальным языком музыки, вот, оно имело место именно в первую очередь в творчестве ТБС, ну, и затем уже его ближайшего самодвижника Равея. Именно поэтому, видимо, Рихтер и считал вот этих трех, как бы, гениев и деталов, Моцарта, Шопена и Дениси, главных новаторов фортепианной музыки. Между прочим, интересна их взаимосвязь между собой. Кстати, у Моцарта, что интересно, в некоторых его произведениях очень послеживается Шопен. Вот, особенно, если мы возьмем его лямбловая рота, можно даже представить, что эта рота, как бы, сочинил Шопен, настолько очень много там общего и фантомационных, и фактурных элементов. Что же касается Шопена, он Моцарта боготворил. И, как я люблю говорить все всегда, что любовь – это поступки. Это были не только слова. Одно из своих первых сочинений Моцарт написал о вариации на тему обера Моцарта, который ушел в стадии Гимена по поводу этого произведения. Шумун сказал «Снимите шляпку, господа, перед вами Гимен». А когда Шопен умирал, он просил, чтобы его на похоронах был вспоминен реактивен Моцарта. Что же касается Дебюси, он тоже, в общем-то, Шопена богатворил. И фактически, когда они были земляниками, Шопен, хоть и обожал, конечно, свою родину, и обожал Польшу, но всю жизнь основную землю прожил в Париже. И все свои основные произведения, конечно, имеют такую его и французскую деятельность. Надо сказать, что он, опять же, про поступки, что когда Дебюсин имел вот такой период, он был очень болен и был в глубокой депрессии. Но Оля Судик там его попросили. Ему довелось для издания редактировать Этюду Шопена. И вот именно эта работа над редакцией Этюду Шопена не только выбила Дебюси из депрессии, а дала ему толчок написать свои 12 депрессии Этюду Шопена. До этого он завелся больше не сочинять. Ну, вот я образовал какие-то, действительно, тенденции и взаимосвязи между этими деньгами. Что касается сегодняшнего концерта, очень просто скажу, что особо характеризовать не надо. Четыре палаты, которые будут сегодня исполнены. Ну, вот им уже скоро исполнился, что они будут палаты, сегодняшнего дня написания почти не лет. И они до сих пор, как бы, воспринимаются тем культурами человечества, как будто они написаны вчера. Настолько они живоперепещущие, насколько образный строй вот этой музыки, взволнованной драматической и эстропической, созвучен нам, созвучен современному слушателю. Надо сказать, что единственная палата, эта третья, я думаю, мажорка, она характеризует оралственное и ликующее такое мировосприятие Шопена, несмотря на его очень тяжелые жизни, тяжелые болезни. Эти крадости, вот третья палата, «Полонез фантазия», «Бой корова», это все было написано уже ближе к концу жизни. И, как бы хотел бы подчеркнуть, несмотря на действительно очень тяжелые времена в своей жизни, Шабен свимился от этой крадости, как Ширин звал в своей «Поле праздники». Все же остальные палаты, и первая, и вторая, и четвертая, они, конечно, очень многообразны по своему содержанию. Хочу сказать, что вот многие экзаменуют с литературными пророковцами, не скетчат и так далее. Я лично к этому отношусь очень негативно, потому что, ну, я сейчас даже сравниваю невозможно по мощности, величия музыкальных образов палаты Шопена и, конечно, весьма талантливого поэта Мюнскевича, но это совершенно не соизмеримо по какому-то своему поднимяницу выражениям. Вы знаете, и Шабен сам тоже очень скептически относился ко всем литературным правоватам. что же касается «Прилюдить и беседы», они были написаны примерно лет через семьдесят после палаты Шопена. И, как я говорил, там уже было скажено другое эстетическое взрывное восприятие посредством родительницы, которое прежде всего выражалось в необычном гармоническом и ритмическом языке. Ну и вот из тех тренадцатых «Прилюди», которые будут исполнены сегодня, я бы, может быть, выделил несколько из них, пару слов бы хотел сказать. «Прилюди» – это вот первая «Прилюди» «Дельфийская комсовщица», которая была написана Дебиси под впечатлением мраморного барифетва на греческом храме, где были изображены 30 комсовщиц. Дебиси увидел копию этого барифетва в Дубле, и вот создал фантазию, он был очень медленно ввязанным, античного танца, вот такой некий наук классический. Очень впечатляющая «Прилюди» – «Холуме-Анагапли». «Анагапли» – это итальянский город, «Холуме-Анагапли». И тут тоже в Индельфийске как бы сделать такую стилизацию вот «Холуме-Анагапли». Вот, разумеется, эту «Холуме-Анагапли» привнося через восприятие опять же своей германизации и своего как бы ритнического мышления в этой «Прилюди» очень интересен в среднем разделе такой блюз эротический, который предвосхищает, может быть, уже появляющиеся какие-то жазовые моменты в общем-то в музыке. Необычайно интересна прелюдия «Что?» «Ветер западный ветер», которая рисует разбушевавшую футболию, и она перекликается с симфонической поэмой «Ди-Ди-Си» «Море». Одна из интереснейших прелюдий – это «Затонувший собор». она связана с такой легендой о затонувшем притомском городе в 5 веке до новой эры. Такой был город Бисон. И вот этот город вместе с храмами иногда как бы поднимался из этих морской пучины и раздавался такой протокорий из города. Вот это своего рода тоже баллана, которую Ди-Си с ним обновенный такой присущий ему фантазийностью и тоже гениальными его родительными сердцами смог воплотиться в этой фортепианной пьесе. Ну и последняя прелюдия вот Минустрелия она тоже чем интересна. Минустрелия – это вообще сам термин, он уходит к средневековью как бы Зинкер, но во времена Ди-Си Минустрелия они стали связаны были связаны с неграми. То есть это впервые появились такие как бы сейчас сказали поп-группы вот такие негритянские которые впервые начали вот значит порпагандировать свои народные мелодии Спири Челс и так далее. И Ди-Си впервые услышала такую негритянскую группу в Париже и фактически под ее впечатлением вот эту группу написала такую джазовую прелюдию вот которую им отстал Минустрелия опять же не в связи со средневековыми местами а вот в связи с современными вот этими негритянскими группами. ну вот сразу тоже я хотел сказать и о каких-то взаимосвязях и о сегодняшней музыке которую и сейчас продолжаем АПЛОДИСМЕНТ 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 На сегодняшний концерт исполмитель посвящает памяти известного челябинского музыканта и своего школьного педагога Буквально на днях одна сушедшая Светлане Вячеславовне и Балугой. В первом отделении будут исполнены четыре баллады Федерика Шепена. Номер один — Собинор. Номер два — Фа-мажор. Номер три — Лябер-фа-мажор. Номер четыре — Фа-минор. Произведение исполняется цифлом, просто между произведениями не аплодируйте. Номер два — Фа-минор. Номер два — Фа-минор. Номер два — Фа-минор. Номер два — Собинор. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Играет музыка 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 Играет музыка